приветствую всех сборка 4564 и очень часто при выборе компьютера ориентируется на бюджет это на самом деле правильно и часто под задачи то есть к примеру мне нужен системный блок в бюджете до 40 тысяч и игровой хороший мощный компьютер и тут начинается проблема что выбрать и если по процессору особых каких-то вариантов нет на самом деле и 3 10 100 f это тот процессор который в большинстве своем ставится и на мощные игровые компьютеры и на не сильно мощные то с видеокартами сложнее потому что бюджетная видеокарта уровень gt 1030 это не совсем игровая карта такая же как rodeon rx 550 1050 и вроде как бы уже игровая но стоит она 20 тысяч и за бюджет мы в 40 тысяч перевалим и здесь приходят видеокарты не новые в данном случае rodeon rx 570 на 4 гигабайта это видеокарта которая нам позволила 40 тысяч уложить системный блок при этом компьютер на самом деле игровой и здесь можно было экономить даже на пару позиций но не стоит такая позиция это блок питания все-таки если видеокарта может до 180 ватт скушать надо и обеспечить его путем питания и корпус не должен быть сильно маленький быть все-таки простор должен быть чтобы горячий воздух выходил ну и собирается обычно подобный системник все-таки симпатичный никто не хочет брать маленький черненький системник у которого внешний вид так себе когда вы платите 1040 ноут аэрокул стрик из бюджетных корпусов с прозрачной боковой панели такой хороший на самом деле вариант и верхнее расположение блок питания или нижняя на самом деле это вопрос вкусовщины да с одной стороны внизу когда блок питания он меньше горячего воздуха себя всасывает с другой стороны то количество пыли в которое себя сосует тот же блок питания находясь снизу ну скажем так является чаще все большей проблемой чем тот теплый воздух который через него проходят все запыляется внизу очень редко люди очищают эти блок питания по штамм надо использовать компрессора но у верхнего расположения блок питания есть тоже хорошая особенность это кстати при формировании стандарта tx было просчитано когда блок питания еще и горячий воздух выводит из корпуса вентилятор на выдув все выдать не может горячий воздух идет вверх и через блок питания выводится наружу то есть данном случае блок питания это как отдельный вентилятор сверху но если блок питания довольно таки мощный то и проблем с этим на самом деле нет если в блок питания сертификаты то и в нагрев блок питания ничего не уходит ну и видеокарта все-таки 180 ватт в пике а по факту это где-то 100 ватт в долгосрок не так уж и много тем более вентилятор на выдув стоит аэрокул сайла на 700 ватт если представить что 400 ватт и такой блок питания стоит 2 700 500 к сайлом 2 800 600 к 3 400 700 к 3 500 вот такой вот разбег ваты сильно меняются а ценник нет поэтому грех было не купить на 700 ватт аэроку сайла сертификата 8 с плюс стандарт для питания этой видюшки проще блок питания лучше для rx of 570 не ставить ну и с другой стороны в будущем если видеокарту менять то этот блок питания будет спокойно тянуть абсолютно любую даже топовую видеокарту самое главное блока в это сертификат курай 3 10 100 f 4 ядра 8 потока ведро кумит лейк 1200 сокет такой золотой стандарт процессора бывшая 7 7 700 вдруг стала и третьим и вполне этой производительности хватает чтобы раскрыть потенциал любой видеокарты базовая частота 36 до 4 3 гигагерц в turbo boost и гонится по всем ядрам доступна частота 4100 мегагерц и укладывается спокойно 65 ватт при этом особо то и не напрягается хватает даже интеловского кулера но чтобы избежать шумы от кулера лучше ставить конечно либо башню либо что-нибудь более массивное в данном случае deep cool h mini кулер с расчетом в 90 ватт на двух тепловых трубках 80 миллиметров вентиляторы его абсолютно не слышно материнская плата на 510 чипсете мы сай и 510 м про и из бюджетных плат пожалуй самое лучшее 7 фаз питания обычного 410 бюджетного 510 бюджетного чипсета там всего лишь 5 воспитания даже четыре раньше было в той же мсс и 410 тут 7 фаз соответственно даже 11 серию а и 5 эта плата будет спокойно тянуть два слота под оперативку максимально частота 2 666 для и 3 и 5 2 933 для и 7 и 9 гнать частоту памяти чипсет не может упирается только в эту частоту ограничения работает спокойно с двумя планками двухканалей максимальный объем 64 гигабайта 2 по 32 но сейчас стоит планка 1 на 8 на частоту 2 666 фирма hunix не ставится 2 по 4 ну и вообще никак потому что восьмушка это все-таки временный вариант будущем человек захочет вторую восьмушку и четырёшки просто девать некуда а к такой памяти спокойно любая оперативка непрофильная станет они здесь обычно одни и те же идут ssd 1 и 512 гигабайт фирма digma трехлетняя гарантия есть скорости все стандартных и при объеме в 512 гигабайт можно не докупать жесткий диск но при желании можно добавить корзина под два жестких диска снизу один сбоку присутствует видеокарта msi armor есть тепловые трубки два кулера кулеры неубиваемые довольно таки шумные чтобы карта не шумела есть у них определенная особенность убивайся что вентиляторы долго крутится при нагреве видеокарта желательно ставить программу и наса автоберда но это тоже дело ставим уровень производительности примерно как gtx 1060 они примерно ровно идут друг с дружкой 570 rx такая же 256 битная видеокарта как и 580 но для и масса armor максимум что стоит брать это 570 580 ну очень шумная карта с другой стороны шумно и шумно и в данном случае с программкой мы сайт автобернер особо то шуметь и не будет реализован фан стоп по умолчанию то есть вентиляторы без нагрузки будут стоять ну и принципе такого системе получился подсветка может регулироваться отключаться как на блоке питания так и на передней панели есть разъем sb2030 и по деньгам системник вышел 40 тысяч 500 рублей